Здравствуйте! Вы к нам пришли практически в преддверии Нового года. Скажите, пожалуйста, ваш центр как раз специализируется на похудении. И вот как привести себя за эти три недели в порядок? Ну, если самостоятельно, то сейчас снизить жирность продуктов, побольше воды попить, ну, полтора-два литра воды точно в день, перейти на цельнозерновые крупы, если вы углеводы всё-таки едите, ну, скажем, вместо белого риса бурый рис варите, и не ограничить себя полностью в углеводах. Каждый диетолог скажет, что две конфетки в день или четыре кусочка сахара можно, два кусочка хлеба тоже можно. Поэтому не делайте так, чтобы это жёсткие ограничения в еде были, чтобы не было стресса для организма. Ну, я думаю, что вот какие-то, если будете предпринимать усилия, то они скажут, что килограммчика два-три можно точно сбросить. Ну и, конечно, солёности сейчас пока убрать. Хорошо пока и алкоголь тоже убрать, потому что после алкоголя поджелудочный вырабатывает инсулин, а это жирозапасающий гормон, поэтому пока стоит воздержаться. Ну, аж в Новый год там себе, конечно, люди позволят что-то. Ну, вот вы дали такие рекомендации, они достаточно просты на самом деле. Вот казалось бы, что такое? Пей воду и худей. Ну, если пить воду, то действительно будешь худеть. А просто распределить нужно, дробным сделать своё питание, не питаться два раза в день. Если перерыв между приёмом пищи больше четырёх часов, наш мудрый организм начинает вырабатывать гормон грелин, который кричит мозгу «меня не кормят». И уровень тиреоидного гормона снижается в этот момент, а у нас щитовидная железа отвечает за основной обмен. И притормаживаются обменные процессы. Нам их нужно разогнать. Разогнать вы их, как ни парадоксально, можете только одним способом. Начать дробно питаться через каждые 2,5-3,5 часа. И всё. Маленькими порциями они будут усваиваться. И ещё раз повторюсь. Снести жирность продуктов. Уберите скрытые жиры. Колбасы, сардельки, сосиски, майонезы, соусы, наваристые бульоны. И, я думаю, быстрее пойдёт как-то у вас процесс к Новому году. Ну, особенно, наверное, это актуально для женщин, которые хотят влезть в прекрасные платья и выглядеть при этом красиво. Ну, я думаю, да, конечно. Женщины, как бы только они, наоборот, не перешли на жёсткую диету. Но это тоже вредно? Конечно, вредно. А почему? Быстрое похудение не очень хорошо, а потому что организм потом наверстывает, и прибавка придёт гораздо больше, чем они сбросили. Марина Николаевна, это вообще на самом деле очень печально, потому что вот мало того, что вот эта прибавка придёт, да ещё и после новогоднего стола, после новогодней вот этой недели, каникул, сколько наберём-то мы? На самом деле, так и бывает. Что делать? Ну, сбрасывать всегда труднее, чем мы набираем. Поэтому вот я вам рассказала, какие сейчас предпринять свои действия. А после Нового года как? Вот вышли мы после праздников, наевшись салатов, всевозможных деликатесов. А вот что делать? Куда бежать? В спортзал сразу бежать? Или ограничивать себя в еде? К вам бежать? Вот расскажите, что делать прямо вот срочно надо будет? Ну, если кто-то ходит в спортзал, они и так пойдут в спортзал. И это, конечно, приветствуется, потому что усилится обмен веществ. А те, кто более ленивые, вот как раз я приглашаю к нам. Вы и сейчас можете прийти, и после Нового года. У нас очень хорошая лечебная методика. Она называется суджок-терапия. Это микроиголочки, которые ставятся на пальчики рук, на пальчики ног. Одновременно ещё ставятся иголочки в ушко, которые подавляют аппетит. И худеть очень комфортно. Аппетит пропадает. Очень быстро идёт насыщение. Настолько быстро, что вы начинаете есть, а у вас ощущение, «Ой, я вроде бы ещё ничего не съела, а уже сыта». Кроме того, пропадает тяга к сладкому, потому что оздоравливается поджелудочная железа. Именно благодаря тому, что оздоравливается поджелудочная железа, у больных с сахарным диабетом второго типа сахар приходит в норму. И кроме того, гормональный фон совершенно по-другому перестраивается. Пациент, который пришёл худеть, худеет у нас месяц. А дальше, когда заканчивается наш курс у джок-терапии, в течение полугода вес сам уходит. И сбрасывает очень хорошо. Мы работаем 20 лет, и те пациенты, которые у нас когда-то были, если вдруг допускают какие-то погрешности в еде, они приходят к нам совершенно уверены, что им сейчас удастся достаточно быстро сбросить. Марина Николаевна, вот сбросили в течение полугода вес, потом вес не набирается обратно? Или это уже зависит от человека, от его мотивации, от его желания? Достаточно долго не добирается. Я могу по себе даже сказать, первый год вообще нет аппетита. Вот после нашей именно методики. Ну, кому-то хватает на 2 года, а кто-то держит вес и по 8 лет. Ну, вот ещё раз повторюсь, мы 20 лет работаем, и, конечно, возвращаются пациенты. Но это зависит от образа жизни, от образа питания. И ещё, когда вес уже хорошо ушёл, не хочется уже его возвращать обратно. И не только из каких-то эстетических соображений, но и из соображений здоровья. Организм весь оздоровился, и человек понимает, что если он прибавит 10 килограмм, то насколько тяжело ему будет идти. Попробуйте взять 2 5-литрового бутыля, насколько тяжело идти, особенно подниматься по ступенькам. Вот то же самое происходит, когда человек прибавил эти 10 килограммов. Ну да, мы действительно, мы даже видим, когда там шубу надеваем на себя, уже тяжело. Конечно. Казалось бы, да? Да, да, да. Марина Николаевна, ну вот здесь, наверное, у многих может возникнуть вопрос по поводу аппетита. Вот вы говорите, аппетит пропадает. Насколько это безвредно? Не опасно ли это? Будет ли вообще человек кушать? Кушать будет, да. Да, но он будет выбирать продукты. Колбасу и сардельки точно не будет есть. Ему будет хотеться здоровой пищи именно из-за того, что оздоровилась поджелудочная железа. И вот, кстати, от жирных продуктов начинает тошнить, от сладкого начинает тошнить. Человек действительно не может это съесть. И ещё. Суджок – абсолютно безвредная методика. Это методика, которая параллельно решает целую кучу вопросов со здоровьем. Я уже говорила о том, что при оздоровлении поджелудочной железы ещё и нормализуется уровень сахара. Кроме того, щитовидная железа приходит в норму. Щитовидная железа у нас как раз отвечает за основной обмен. Если основной обмен хороший, вы же видели люди, которые, в общем-то, и кушают хорошо, и нигде у них ничего не откладывается. Я имею в виду, жир нигде у них не откладывается. Поэтому это абсолютно безвредная методика. Она не имеет ни абсолютных, ни относительных противопоказаний. Наоборот, только положительные эффекты. Кстати, сон восстанавливается от этого метода, потому что седативный эффект. И вот этот пищевой невроз, он тоже уходит из-за седативного эффекта. Мы же, как правило, даже есть не хотим, а начинаем что-то заедать. Тревогу какую-то, какое-то плохое настроение. По своей сути, еда – это наркотик. Промежуточным продуктом переваривания пищи являются природные опиаты, естественные опиаты, которые как раз образуются после еды. Человек наступает благодушие после приёма пищи, особенно вечером, когда ему хочется расслабиться. А вот они, здравствуйте, килограммы. И даже если экскурс в физиологию провести, основная выработка инсулина идёт ночью. А я уже говорила, что это жир, запасающий гормон. Будьте уверены, граммов 300 жира он точно вам принесёт, если вы поздно вечером будете есть. А если каждый день? А если, да, а если каждый день? А если это привычка? А если человек завтракает, а потом только ужин, а это в середине дня у него вообще нет еды? У него и так организм уже перешёл на сберегающий режим. Вот как раз таким пациентам и надо разогнать свой обмен веществ. Марина Николаевна, расскажите, пожалуйста, суджок терапии, чем уникален этот метод? Действительно, вы говорите, что люди к вам возвращаются за 20 лет. Ведь к пустому колодцу-то человек не идёт за водой, правильно? Абсолютно право, конечно. Значит, действительно помогает. Вот расскажите, в чём уникальность? Я так понимаю, что человек задействует свои собственные силы, на точке воздействия какой-то. Или что? Вот как это работает? Это восточная методика. Это методика, которая полностью перестраивает энергетику. В нашей медицине, как правило, симптом снимается. А восточная медицина считает, что болезнь или какое-то патологическое состояние, согласитесь, ожирение – это патологическое состояние, это фоновое заболевание для многих других болезней. Оно как раз возникает, если определённая энергия, я не буду вдаваться в подробности, какой энергии, становится в избытке. Всё очень просто. С помощью иголочек эта энергия уменьшается, а добавляется та энергия, которой не хватает. Вот тут я скажу. Добавляется энергия ветра. Та энергия, которой много у детей. Они даже стоять не могут. Они всё время подпрыгивают. У них переизбыток энергии. И поэтому человек, который за счёт ожирения и за счёт того, что у него накопилась неправильная энергия, ленится, ему не хочется идти на тот же фитнес, он начинает двигаться, у него появляется много энергии. У нас пациенты приходят и говорят, я летаю, настолько мне легко. Это именно благодаря вот этим иголочкам. Так они перестраивают энергию человека. Марина Николаевна, вот вы говорите, что ваши пациенты летать начинают. Возраст. Какой возраст у ваших пациентов? Возраст любой. Поскольку очень мало противопоказаний у суджок терапии. Ну, естественно, беременных мы не берём. Не берём после шунтирования пациентов. А в основном со всеми остальными болячками берём. У нас приходят пациенты, начиная с 7 и заканчивая 84 года даже приходят. И, кстати, чем больше болячек, тем разница между самочувствием до и после очень заметная. В лучшую сторону. А вот скажите, пожалуйста, главная цель похудения всё-таки. Но вот какие именно заболевания? Ну, мы вот сказали, что и поджелудочная приходит в норму, и щитовидная железа. Что ещё? Какие заболевания ещё? Ну, наверное, желудочно-кишечный тракт, потому что человек питаться начинает правильно. Или что ещё? Человек действительно начинает правильно питаться. Сон восстанавливается, нервная система успокаивается. А ещё, как это ни странно, экзема проходит. Вот на псориаз эта методика так не действует. А на экзему действует таким образом, что кожа абсолютно чистая становится. Марина Николаевна, вот расскажите, пожалуйста, Ваш секрет. Как Вы питаетесь? Что Вы делаете, чтобы оставаться в такой форме? Потому что, ну, наверное, многим телезрителям будет приятно увидеть пример перед глазами. Но вот Вы, наверное, ярчайший просто пример. Ну, я стараюсь свои рекомендации действительно выполнять. Я постоянно хожу в фитнес-центр. Это однозначно, потому что физическая нагрузка нужна для того, чтобы потратить калории. Ну, если я чувствую, что я хорошо потратила калории, я тоже могу позволить себе чего-нибудь вкусненького. И ещё пациентам скажу так. Не бойтесь никогда начинать похудение. Какой-то один день Вы можете себе оставить для загрузки. То есть Вы можете позволить себе всё, что Вам хочется. Хотите пирожное, хотите там, ну, чего-нибудь даже жирненькое. В этот момент Вы съели калории больше, организм разогнал обмен веществ. А если со следующего дня Вы опять начинаете правильно дробно питаться, то вот на этом ускоренном обмене веществ у Вас ещё больше уйдёт. Поэтому какой-то день можете себе отвезти. Побаловать. Да, побаловать себя. А то очень грустно будет, если совершенно ограничивать себя во всём. Ну да, на одних салатиках, на травках ты не проживёшь долго, да? А здесь и не надо одни салатики и травки. От мяса-то практически не поправляется. На переваривание белка уходит 30% энергии. Поэтому если Вы, скажем, котлету совместите вместе с овощами, то Вы от неё не поправитесь. Будет только пользу. Конечно. Марина Николаевна, наверное, ещё уникальность Вашего метода, да, суджокотерапии в том, что не нужны никакие диеты. Здесь действительно не нужны диеты. Я уже сказала, что насыщение идёт быстро. И те, кто к нам приходят, они насыщаются быстро и едят маленькими порциями. И вот за этот месяц настолько уменьшается объём желудка и вырабатывается привычка есть помаленьку, что человек переносит эту привычку в обычный образ жизни. Я, например, действительно питаюсь маленькими порциями. Марина Николаевна, ну вот Вы говорите дробно, по чуть-чуть питаться. Но вот я всегда-всегда вот задаю этот вопрос, потому что люди у нас сейчас работают много. Некоторые работают сразу на нескольких работах, когда порой вообще-то покушать некогда. Там, ну дай Бог, позавтракают или дай Бог, поужинают. А в промежутках уже просто летают по своим делам. Как быть тут? Как быть таким людям? Вот абсолютно чётко я это слышу от многих своих пациентов, что мне некогда даже перекусить. Я то перемещаюсь по городу, то ещё куда-то. Берите с собой снеки, возьмите с собой яблоко, возьмите с собой сухофрукты, возьмите с собой орехи. Они, конечно, калорийные, но если вы горсточку орешков, допустим, миндаль, он и для мышцы сердца очень полезный, съедите. Вы насытитесь, это яйнская пища. Она по микроэлементному составу достаточно энергоёмкая. Марина Николаевна, скажите, пожалуйста, куда к вам приходить? Когда? В какое время? Вот расскажите, пожалуйста, номер телефона, куда обращаться? Мы работаем по записи, работаем с 10 до 8 вечера. Наш телефон 24 10 50. Мы находимся на Полонского 19, корпус 1. Мы всегда рады видеть наших пациентов. Марина Николаевна, к сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Спасибо за то, что пришли, рассказали про эту удивительную методику сужок терапии. С наступающим вас Новым годом. И вас тоже. Всего вам хорошего. Да, спасибо. До свидания. До свидания. На этом наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире телекомпании «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова